добрый день наши дорогие подписчики с вами семья тюкаминых и наш канал мясной семейный бизнес впереди майские праздники природа дачи в общем долгожданный отдых а это значит что самые востребованные рецепты будут шашлык люля кебаб и купаты в общем все то что можно пожарить на на углях поэтому сегодня у нас купаты куриные на сегодняшний день это самое доступное по цене мясо даже несмотря на то что курица очень сильно подорожала за последнее время мы готовим куриные купаты в два этапа вечером маринуем утром набиваем череву но делать так совершенно не обязательно куриное мясо очень нежное маринуется быстро можно замариновать и уже через несколько часов формировать купаты но с приправами нужно быть очень аккуратными чтобы не перебить вкус самого мяса для купат мы используем классический набор специй это соль смесь перцев чили паприка и сухой чеснок именно сухой чеснок не свежий сухой чеснок придаст купатом пряный вкус курица а тем более курица фабрично достаточно постное мясо а нам нужны сочные купаты поэтому будем добавлять куриную кожу и жирок кожа образуется при обработке грудки на кости а жирок снимаем с окорочков покупателю приятно получить окорок без жира а мы используем его фарш и купаты для сочности чтобы купаты получились вкусные сочные и одновременно нежные необходимо составить правильную пропорцию мы будем готовить 5 килограмм купат 20 процентов от всей массы необходимо взять куриную кожу и жирок оставшиеся 4 килограмма тоже надо разделить 40 процентов от 4 килограмм мы возьмем филе грудки и 60 процентов филе ведра если все озвучить килограммах то нам потребуется 1 и 6 килограмма грудки 2 и 4 килограмма бедра и килограмм кожи и жирка наконец-то приступим к приготовлению купат куриную кожу необходимо пропустить через мясорубку таким образом кожа будет проходить через ножи мясорубки дважды поэтому на срезе куриной колбаски она совершенно незаметно глазу куриное филе необходимо порезать кусочками кусочки могут быть достаточно крупные например филе бедра я буду резать на три-четыре куска перемешиваем кожу с куриным мясом и добавляем приправы на 1 килограмм куриного мяса нам необходимо добавить 13 грамм соли пол чайной ложки паприки одну треть чайной ложки чили пол чайной ложки смесь перцев и чайную ложку без горки сухого чеснока все тщательно перемешиваем и ставим в холодильник мариноваться на 3-4 часа мы оставим мясо для мариновки в холодильнике на всю ночь а уже утром продолжим процесс курица хорошо промариновалась теперь будем набивать череву череву мы предварительно замочили на 2-3 часа чтобы она стала эластичной добавляем ледяную воду в куриное мясо и будем начинять купата весь процесс по набиванию черевы точно такой же как и у свин и телячьих купат ссылочку на приготовление мясных купат мы оставим в описании под видео куриные купаты начинять гораздо легче чем и свинины и говядины мясо по своей структуре мягкая и эластичная наполнение череви идет без каких-либо усилий поэтому готовить их одно удовольствие процесс наполнения черевы закончен теперь формируем два вида продукта колбаска улиточка и купаты завязываем колбаску на узелок с двух сторон и формируем улиточку в таком виде колбаска очень красиво при формировании купат также завязываем узелки с двух сторон намечаем купаты по 12-15 сантиметров и закручиваем колбаски удобным простым и быстрым способом берем купатину поворачиваем три оборота от себя одну купату пропускаем и по и перекручиваем три поворота на себя сначала три поворота от себя потом три поворота на себя таким образом купаты сохранят форму и не будут раскручиваться при приготовлении прокалываем каждую купату в 3-4 местах дырочка от прокола иголкой получается очень маленькая сок вытекать не будет он сохранится весь внутри но зато при приготовлении купаты не лопнут рады были поделиться с вами рецепты приготовления куриных купат надеемся вы непременно им воспользуетесь если вы хотите посмотреть как получилось запеченная колбаска обязательно досмотрите наше видео до конца мы все подробно расскажем и покажем ну а на этом мы с вами прощаемся до новых встреч пока пока куриную колбаску виде улитки можно очень красиво запечь духовке помещаем колбасу в емкость для запекания смазываем растительным маслом чтобы черева не высохла и ставим духовку разогретую до 170 градусов готовим 25 минут после чего смазываем соком который выделила колбаса и увеличиваем нагрев до 180 градусов оставляем готовить духовке еще максимум на 15 минут время приготовления зависит от ваших приоритетов если хотите колбаску сочную второй этап приготовления при температуре 180 градусов составляет 7 минут если любите по суше 15 минут чем дольше стоит колбаса в духовке тем больше из нее выделиться сока поэтому тут главное не переборщить посмотрите какая красивая получилась колбаса на срезе колбаску можно кушать горячую но и холодная на бутерброд она будет хороша приятного аппетита